С 2003 года вот именно на этом месте я работаю в качестве начальника управления по делам несовершеннолетних. Это очень дорогое моему сердцу и душе управление. Вообще наше управление создано для того, чтобы помогать детям прежде всего. Ну и конечно, если ты помогаешь детям, значит ты помогаешь и родителям этого ребенка. Рабочий день может быть с одной стороны кажется обыденным, таких особых звезд мы с неба не достаем, но каждый день какой-то необычный, каждый день со своими проблемами и с необходимостью их решения. Нам нужно сегодня порешать вопрос по заявлению поступившему из образовательного учреждения в связи с тем, что ребенка обижают. Это начальная школа. Сложная работа, трудная работа. И не каждый может делать свое дело. Здесь еще нужно не отступить от закона. Здесь еще нужно оказать содействие родителям и детям. Выбрать правильную дорогу, правильный путь решения той или иной проблемы. Сердце в такие моменты тоже работает. И сердце не устает работать всегда, во все моменты. А тогда, когда отстаиваются права ребенка, интересы ребенка, ты знаешь эту семью, ты знаешь этого ребенка саму, вот сам от кончиков пальчиков, как говорится. И ты понимаешь, как будет лучше. Когда относишься с любовью и с желанием, то, естественно, и воспринимаешь очень... Через себя все проходит. Ты через себя все пропускаешь. Очень часто плачем. С самого начала я очень хотела быть учительницей. Очень-очень. Я учила кукол, я учила детей соседских в подъезде. То есть всегда играла в школу. Мне очень нравилось это. Самая любимая моя учительница была Елена Васильевна. Вот, знаете, наверное, все равно ребенок чувствует, когда его любят. Елена Васильевна оставляла меня за себя в классе. Если вдруг нужно было выйти ей. И я тоже представляла себя в роли учительницы. Я очень люблю свою профессию. Я очень люблю своих учеников. И их родителей тоже. Потому что ученики меня учили жизни. Когда я приступила только к своей профессии, родители все были старше меня. Намного старше меня. И, в общем-то, я черпала массу знаний воспитательного характера. Именно от родителей своих учеников. Учитель – это ведь как артист. Все девочки хотят быть артистами. Я всегда понимала, когда готовилась к урокам. Если это сложный урок, то ты понимал, что нужно сделать так, чтобы дети с тебя не сводили глаз. Поэтому нужно было ярко одеться. Нужно было четко понимать, о чем ты рассказываешь. Да, интересные какие-то факты. Ой, здравствуйте. Здравствуй, Сереженька. Как дела? Очень приятно. Мне всегда с вами приятно. Ученики в сердце остаются. Я, в принципе, помню всех своих учеников. Особенно свой выпускной класс. Детки, с которыми мы до сих пор продолжаем общаться. Дети, с которыми мы созваниваемся, с которыми мы поздравляем друг друга с праздниками, собираемся. Это самая любимая и самая лучшая профессия, которая может быть. Она приносит радость. И радость от того, что ты тоже чем-то помог, чему-то научил. Семья никогда не оставляет. И первое, к кому я иду за помощью, это моя семья. Сначала это были мама, папа и сестренка. Потом вот наша семья стала больше. Появилась дочка. Это самый, наверное, радостный, самый лучший праздничный день в моей жизни. С рождением дочери. Хочу, чтобы семей в социально опасном положении было меньше и меньше. Чтобы они понимали, чтобы они перевоспитывались. И чтобы у всех детей было счастливое детство. Чтобы дети радовались. Чтобы все дети были счастливыми. Чтобы все дети были здоровыми. А это все зависит от нас, от нас взрослых. И если мы взрослые не будем этого понимать, значит и дети наши не будут счастливы.